Здравствуйте, мои зрители и подписчики. В этом видео представляю вам обзор книги «Младен Доллар», «Миран Бужович» и «Аленка Зупанчич. Любовная машина. Лакан и Спиноза. Комедия Любви». Это одна из так называемых Лакановских тетрадей. Эта серия книг нацеленная на расширение поля восприятия идей Жана Лакана. Тот, кто знает, может меня поправить в комментариях, как правильно делать ударение на эту фамилию. Лакан или Лакан, как правильно. Я буду говорить Лакан. Если я ошибаюсь, напишите в комментариях. Лакан известен и своей неистовой борьбой за классическое наследие Фрейда и радикальным пересмотром психоаналитических теорий и клинической практики. Парадокс Лакана описывается как революционная верность учению Фрейда. Лакановский психоанализ. Как и психоанализ Фрейдовский вышел за рамки психоанализа. Сфера его интересов и его влияние – этика и кинокритика, политика и философия, эстетика и математика. Разбираться с Лаканом необходимо ради того, чтобы понять современную культуру. Лакановские тетради отражают состояние психоанализа после Лакана. Задача серии – проследить те трансформации, которые претерпевает лакановская мысль сегодня. Важны не лакановские доктрины как таковые, а их множественное употребление. Это такое предисловие к книге от редакторов серии Виктора Мазина и Гарриса Роганяна. Сделаю вначале обзор самой книги, а потом мы перейдем собственно к содержанию. Вот такая тоненькая совсем в твердом переплете и на белой бумаге. О недостатках издания мы поговорим в самом конце. В книгу включены статьи трех знаменитых мыслителей Словенской школы психоанализа. Авторов объединяет характерный для школы теоретический подход, сочетающий обращение к массовой культуре с классическими, философскими и психоаналитическими текстами. Один из центральных сюжетов книги – любовь. Делает ее интересный для широкого круга читателей. Младен Доллар – один из самых ярких мыслителей люблянской школы психоанализа. Область исследований Доллара находится в пределах немецкой классической философии, немецкого идеализма, теоретического психоанализа, структурализма и философии музыки и кино. Вместе со Славоем Жижиком и Растком Мочником Доллар в конце 1970-х годов основал люблянскую школу психоанализа. Их целью было и остается объединение немецкого идеализма, в частности Гегеля, марксизма, с франкфуртской школы и через нее, и психоаналитических теорий Жака Лакана, и структурализма в качестве формы анализа при решении современных проблем. Он также является одним из основателей находящегося в Любляне и тесно связанного с ним общества теоретического психоанализа, а также общества культурологических исследований. Люблянская школа психоанализа выделяет три принципиальные черты мышления – диалектичность, материалистичность и столичность. Итак, первая часть книги «Младен доллар с первого взгляда» или «Любовная машина». Парадокс любви лучше всего может быть сформулирован так – пересечение случайного внешнего с самым сокровенным внутренним. Лакан придумал для этого термин «экстимность». Любовь содержит механизм принудительного выбора. Субъект вынужден выбирать любовь и тем самым отказаться от свободы выбора, поскольку отдавая предпочтение свободе выбора, он лишается и того и другого. Далее автор рассматривает любовь, ее возникновение на примере нескольких произведений культуры, когда герои либо встречаются глазами и у них возникает любовь, либо герой смотрит на свое отражение и влюбляется в него. Или не в него, а во что-то другое. А что? У младен доллар, на мой взгляд, оригинальный мыслитель. Еще планирую прочитать его же «Голос и ничего больше» и посмотрите, какую ложь мы распустили. Посмотрим, сохранится ли оригинальность в этих книгах. А далее обсудим Миран Бужович «Озы любви Лакан и Спиноза». В этой работе увидел еще одно объяснение, что такое любовь и откуда берется ненависть. Однако в начале напомню о том, откуда я узнал о первых объяснениях того и другого. Знаменитая о любви мы встречаем у Павла. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. О ненависти мы узнаем у Эрика Хофера. Ненависть возникает прежде всего из презрения к самому себе, чем из законной претензии. А у Бажовича мы видим другие интерпретации этого. Любящий видит в любимом нечто хочет от него чего-то, тогда как любимый не знает, что другой видит в нем. Он не знает, что именно делает его привлекательным в глазах другого. Или если это разложить по-другому. Первый влюбляется во второго из-за того, что хочет заполнить какую-то дыру, которая образовалась у него, первого. От отсутствия чего-либо, каких-то качеств и тому подобное. Но первый видит то, чего во втором на самом деле нет. Первый влюбляется во второго и обманывает себя, так как у второго на самом деле нет того, что нужно первому. Любящий испытывает нехватку чего-то, но он не знает, чего ему не хватает. Любить кого-то это воображать другого причиной своего удовольствия, сопровождаемая идеей внешней причины, то есть идеей любимого объекта. Любимый, то есть объект, это причина удовольствия, испытываемого любящим. И о ненависти, также от младена доллара. Если кто-то думает, что он подал другому повод для ненависти, то он видит в себе самом то, что в нем видит другой, то есть причину неудовольствия другого. Первый ненавидит второго, первый ненавидит себя самого через ненависть второго к первому. И наоборот, первый любит не другого, а самого себя через любовь второго к первому. Некто остается любящим только тогда, когда отказывается от желания нравиться, быть достойным любви. Также младен доллар приводит такой пример. Когда есть два человека и у них ровные отношения. И вдруг первый человек видит второго с кем-то третьим. И первый очень сильно ненавидит третьего из-за чего-то. Мы сейчас не будем углубляться из-за чего конкретно. И первый переносит свою, из-за того, что он увидел второго с третьим, он переносит свою ненависть к третьему на второго и начинает через третьего ненавидеть второго. Такой пример еще приводит Миран Бажович. И мы переходим к Аленке Зупанчич, комедии любви. Она предлагает еще один способ рассмотрения сходства любви и влечения. Этот способ связан с лакановским анализом двунаправленности, который характеризуется влечением, то есть различием между задачей и целью. Влечение это то, что циркулирует между двумя объектами. Любовь затрагивает и измеряет наше отношение к наслаждению и придает наслаждению вид того, что мы можем испытать и того, что мы действительно можем желать. Довольно тяжелая для восприятия книга. Читать ее можно, только оставшись один на один с ней, следя за мыслью авторов и отгоняя от себя все посторонние мысли, которые приходят во время чтения. При чтении таких книг важно поймать ритм текста и как только вчитались, не отвлекаться и читать максимальное количество страниц, пока есть понимание прочитанного и пока еще можете помнить о том, что было на предыдущих страницах. Пока можете удержать их в памяти и сопоставить с тем, что читаете в это мгновение. А если почувствовали, что внимание ускользает, отложите до завтра. Я стремлюсь к тому, чтобы подобные книги, насыщенные текстом, насыщенные мыслями, читать по утрам, пока голова свежая. Обычно я читаю параллельно несколько книг. И если книга достаточно большая, то я завожу себе вот такой листочек, на котором записываю название книги к странице, которую я прочитал и процент от прочитанного. Потом, соответственно, когда я какую-то книгу завершаю читать, я завожу новый листик, переписываю туда те книги, которые еще в процессе, добавляю новые и продолжаю. Вот эти книги, вот такого формата, тоненькие, я не записывал в этот листик, потому что на эту книгу у меня ушло примерно где-то неделю. И здесь около ста страниц, и я примерно старался где-то охватывать 10 страниц. Иногда я входил в этот информационный поток, в мысль автора включался, и мне удавалось прочитать 15-20 страниц за один присест. И недостаток, который я обнаружил вот в этом издании, это то, что вот эта тонкая книга, она могла быть издана более толстой. За счет чего? За счет того, что издатель дает такой же текст, такой же крупности, как сейчас сделанный. Но между строчками делает полуторный или двойной интервал. Чтобы можно было над текстом автора писать свои замечания, это первый, это первая доработка. И вторая доработка, сделать более широкие поля, то есть не как здесь, тут сколько, полтора сантиметра, а с внутренних полей тут вообще ничего написать не получится, а сделать более широкие поля даже при таком формате. И пусть в этой книге будет 200 листов, но у читателя, у меня появится, поскольку текст, как мы уже выяснили, достаточно тяжелый для восприятия, читатель может отмечать, делать какие-то пометки на полях или над текстом. Допустим, с синей ручкой, красной ручкой, подчеркивать и так далее. И вспоминать то, что он уже читал раньше и может добавить к тому, что пишут эти авторы. Или записать, допустим, на тех же полях или в между строчке о том, чтобы им хотелось еще почитать какую-то книгу, может быть они вспомнили о том, что им когда-то когда-то говорили о каком-то авторе, а он всплыл только при чтении этой книги, то почему бы не записать сразу здесь. И пользы от такого чтения было бы в разы больше. А сейчас мне приходится, я беру с собой тетрадку, я в этой тетрадке пишу номер страницы, выписываю оттуда цитату, под цитатой я пишу комментарий, какие-то свои мысли и так далее, вопросы. Получается, что эту тетрадку мне нужно будет подклеить в конец, вот сюда в конец книги, увеличив ее толщину еще на какое-то количество страниц. Дополнительная работа, которую за меня мог бы сделать издатель, я бы купил бы эту книгу, допустим, за... пусть она бы стоила в полтора раза дороже. Там бумага, печать, верстка и так далее, понятно. Ничего страшного. Мне приходилось бы думать о том, где мне записать мысль. Существенная недоработка, а издатель у нас, я сейчас посмотрю, кто у нас издатель. Санкт-Петербург, Алетея. На этом я с вами прощаюсь. Это был обзор Доллар Бажович Зупанчич, Лаконовская тетрадь. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.